МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Россия и курс на преобразование спортивной отрасли. Как минимум за 6 лет страна должна решить задачи по инвест-привлекательности, государственному частному партнерству, волонтерскому корпусу, физическому воспитанию граждан, поддержке малого и среднего бизнеса, а также созданию современной российской спортивной индустрии. Эти и другие первоочередные цели, проблематику и открытие обсуждали на международном форуме «Россия – спортивная держава». Президент вылетел в Ульяновск спецбортом. Во второй половине дня в аэропорту Центральный Владимира Путина встречали губернатор области и новый полпредпрезидента по Приволжскому федеральному округу Игорь Комаров. Перед выступлением на пленарном заседании президент ознакомился с выставочной экспозицией на площадке международного форума, а затем озвучил положение указа о национальных целях и задачах, прописанных до 2024 года, где в том числе есть изменения по спортивной сфере, а также напомнил о втором проекте – «Стратегии развития физкультуры и спорта с 2021 по 2030 годы». «Правительству необходимо утвердить ее не позднее 2020 года. Особое место следует уделить укреплению международного взаимодействия. Россия всегда была и остается нацеленной на самое широкое и конструктивное сотрудничество со всеми спортивными организациями мира. Последовательно выполняет свои обязательства, в том числе и в области борьбы с допингом». Модератором главной площадки форума выступил министр спорта России Павел Колобков. Как и предполагалось, ключевая повестка заседания – вопросы над стратегией по развитию отрасли и физической культуры. Согласно президентскому указу, новые задачи необходимо выполнить до 2024 года, итог которых, среди прочего, повышение качества граждан, которые занимаются физнагрузками систематически, от сегодняшних 38% до 55% за 6 лет от доли населения всей страны. Примерно на 22 миллиона, заявила Ольга Голодец. «Какой бы спорт мы сегодня не затронули, всегда начинается разговор в наших бюрократических кабинетах с того, что не хватает хоккейных коробок, не хватает полей. Где-то произошел уже некоторый прорыв и подвижки». Впервые этот вопрос поднимался на московском форуме «Спорт, туризм, бизнес. Взгляд в будущее» в сентябре при участии федерального министра промышленности и торговли. «Сегодня с Министерством спорта Российской Федерации мы начинаем работу над совместными проектами, поиском лучших моделей, которые могут охватить спортивным мероприятием как можно больше детей, особенно во время школьных каникул. И сегодня, пользуясь случаем, когда в регионе присутствуют представители различных регионов Российской Федерации, «Я обращаюсь к вам, хочу сказать о том, что мы вместе можем найти эти модели». На пленарном заседании речь зашла и об антидопинговой политике России и других стран, а также всемирной программы по продвижению физической активности. «Россия – великая страна, играет ведущую роль в спорте. В конвенции о борьбе с допингом Россия играет важную роль. Помимо допинга, конвенция занимается вопросами этики, ценностей и управления». Форум растянулся на несколько дней и занял все подходящие площадки города. Самых спортивных ульяновских студентов определяли на фестивале «Готов к труду и обороне». 10 октября он стартовал на Центральной площади. Участники прошли предварительно отбор на внутривузовском этапе проекта от студзачета АССК к знаку отличия ГТО. Этот проект реализуется в 220 вузах страны. Студенческий фестиваль ГТО – это второй этап, который проработан совместно с Ассоциацией студенческих спортивных клубов. Участники выполняют нормативы комплекса на максимальных возможностях. «Человек приходит, у него уже есть бейдж, QR-код это называется, поприкладываем там сразу фамилии, имя, отчество, идентификационный номер участника, все это уже высвечивается, мы просто вносим результат, и он идет потом в общие результаты, и там уже все это подсчитывается, фиксируется». В одном ряду плечом к плечу люди разных возрастов, разных специальностей и разной физической подготовки. Объединяет их одно – золотой знак, полученный за выполнение нормативов комплекса ГТО. «Для меня это признание труда немалого, который вложен в то, чтобы выполнить нормативы ГТО на золотой значок». Для того, чтобы дружбу со спортом культивировать и развивать, здесь же свои знаки отличия получили новоиспеченные послы ГТО – известные спортсмены, которые своим примером должны посеять в сердцах подрастающего поколения желание заниматься спортом и развивать здоровый образ жизни. «Я чувствую то, что своим примером я должен показывать подрастающему поколению то, что спорт – это имеет в нашей стране огромное значение, и буду продвигать спорт и ГТО в первую очередь, и чтобы оно с каждым годом становилось все популярнее, все интереснее и увлекательнее». Долгая подготовка, серьезная ответственность. Внимание к каждой детали. Форум России «Спортивная держава» представляет своим участникам площадку для демонстрации спортивных инноваций. «Здесь совокупность лучших практик и одновременно здесь представлены материальные ресурсы, которые мы сегодня имеем возможность в Российской Федерации создавать, для того, чтобы мы все были здоровые нации, физически сильные нации». План по стране на ближайшую пятилетку вовлечь в занятия спортом свыше половины населения. Для этого необходимо строительство новых и модернизация имеющихся спортобъектов, приобщение россиян к регулярным занятиям спортом, пропаганда здорового образа жизни и, пожалуй, самое главное – развитие приоритетных для региона видов спорта. «Мы, в свою очередь, хотели бы, делаем упор на любительские старты, на любительский спорт, на тех людей, которые просто сами занимаются спортом, вне зависимости от секции и спортивной принадлежности, и больших спортивных достижений». Параллельно этой площадке именитые российские футболисты Дмитрий Сычев и Алексей Смертин встретились с болельщиками и рассказали, какие изменения ждут наш регион после подписания соглашения с Российским футбольным союзом. «Я думаю, не только в Ульяновской области и в других субъектах федерации будут изменения существенные, потому что, надо признать, все восемь лет, как Российский футбольный союз, так и Оргкомитет по организации чемпионата мира были сфокусированы исключительно на чемпионате. Он прошел, и сейчас началась работа с наследием». Все для подрастающего поколения. Основное внимание сейчас на них. Яркий пример открытия комплекса «Академия футбола». Спортивный объект с продуманной инфраструктурой, с полями, на которых можно играть даже в холодное время года, и с современным тренировочным инвентарем, тренажерами и оборудованием. «Сегодня здесь состоялся первый матч, первый турнир, и вот у вас, ребята, появились новые, замечательные услуги для занятий, изобранными вами, видом спорта. Это футбол. Я вас поздравляю. Совсем недавно, буквально несколько месяцев назад, завершился чемпионат мира. Я надеюсь, что вы имели возможность посетить матч у чемпионата мира. Смотрели эти матчи по телевизору, переживали за нашу команду». Располагается здание на площадке льдового дворца «Волгоспорт-арена». Реализация проекта «Поэтапная». До конца этого года предусмотрено строительство футбольного манежа, уже открытого футбольного поля и второго манежа с универсальным покрытием. За основу взяли старое здание и капитально его отремонтировали. Официальное открытие университета футбола состоится 1 ноября. «Можно сказать, что у нас есть альтернатива. Мы видели стадион как наследие чемпионата мира, как занимается у нас детская спортивная школа, где дети занимаются бесплатно. И также вариант коммерческого объекта, который тоже запускается, где сами родители вправе выбирать, куда пойти ребенку в степень комфортности, обучения, образования». «Юные спортсмены смогут не только тренироваться в университете, но и посещать здесь же кружки, например, кабинет музыки. Все это создается для разностороннего развития детей. Кстати, учреждение готово в месяц принимать до 1200 человек единовременно. Мы живем с небольшими возможностями. Здесь у нас в Ульяновске уже 4-5 стадионов функционируют. Это большое дело, большой плюс. И нужно отдать должное всем организаторам, потому что чем больше мы стадион, тем больше будет детей приходить и тренироваться, и получать навыки. Впоследствии скажется на качественном уровне роста игроков сборной». «Такой спорт без болельщиков». Впервые в нашем регионе открылся клуб болельщиков и первыми в него вошли Дмитрий Сычев и Алексей Смертин. «Наша давняя мечта запустить все-таки карту болельщиков. Мы еще это называем виртуальная спортивная валюта. Идея заключается в том, чтобы поощрять тех людей, тех болельщиков, которые активно занимаются спортом, поддерживают сборную». «Тезис сделать спорт доступным везде и всегда» прозвучал и на выступлении гендиректора «Газпром-медиа». Дмитрий Чернышенко рассказал участникам об открытии нового телеканала с охватом в 100 миллионов человек, трансляция которого будет посвящена исключительно российскому спорту. Президент Всероссийской Федерации плавания Владимир Сальников предложил внедрить в образовательную систему их направление с начальных классов. Общественная палата, сообщает Сальников, уже поддержала проект. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова